Именно это является наиболее важным моментом, когда вы начинаете только разрабатывать нейронную сеть, потому что нужно определиться, как вы будете свою сетку оценивать, что будет результатом вашей работы. В детском технопарке Михаил Белов – гость частый, занимается здесь уже несколько лет. Раньше хотел поступать на аэрокосмический факультет МГТУ имени Баумана, но после посещения занятий по программированию решил, что станет IT-специалистом. Определиться с будущей профессией Михаилу помогла новая программа в изобретариуме «Летний прокач». Я пришел на «Летний прокач», потому что мне интересно программировать. Я сейчас занимаюсь созданием сайта, плюс просто занять себя чем-нибудь летом. Летом в изобретариуме школьники могут попробовать себя сразу в нескольких направлениях – программирование, аэросъемка или машинное обучение, нейронные сети. Кстати, нейронные сети – это новый квант, который будут преподавать детям в технопарке на постоянной основе с сентября. Познакомить ребят с не только достижениями, но и с тем, как пользоваться, оказывается очень много приложений, о которых дети даже просто не знают, что они существуют в наших телефонах. И что нейронные сети являлись основой разработок этих предложений, таких крупных компаний, гигантов в разработке технологий, как Google, Яндекс. Педагоги проводят занятия для ребят каждый день с 10 утра до 16.00. Кроме лекций и практических занятий, есть семинары на свежем воздухе и на крыше здания. Например, сегодня детям предложили поработать с гелиосистемой. Программу по программированию входит этот курс, потому что ребята сейчас работают над приложением, которое поможет отслеживать работу гелиосистемы, делать какие-то прогнозы, собирать данные. С ней же мы, наверное, попробуем внедриться в ту программу, в которую наш город сейчас вступает, умный город. В сентябре в технопарке стартует еще один проект – изобретариум для взрослых. Будет доступен курс по аэросъемке, архитектуре и промышленной робототехнике. Занятия будут проводиться в вечернее время.